Фестиваль, посвященный киберспорту и анимационной японской культуре, провели в островной столице. В городском парке для молодежи устроили концерт и интерактивную программу. Ее дополнили станции с настольными и видеоиграми, где любой желающий мог окунуться в мир виртуальной реальности. Адалина Леонова расскажет подробнее. На фестиваль зарегистрировалось больше 40 участников. Это индивидуальные исполнители и групповые объединения. Все они геймеры и любители японских мультиков аниме. Многие из них пришли в костюмах своих любимых персонажей. Такой способ самовыражения называют косплей. Много очень крутых косплееров, у которых, судя по всему, много навыков в косплее, в этом хобби. И, как по мне, это очень круто. Мы с моей подругой поснимали, пофоткались. Думаю, в каждом городе, в каждой стране это должно быть. Как минимум, это круто. И это показывает навыки человека, его хобби. Гости фестиваля также могли принять участие в турнире настольных и видеоигр по мотивам известных фильмов и книг. Как и в любых соревнованиях, здесь есть азарт. Так как это киберфест, у нас это объединение и игр, и аниме, и всего. То есть настольный турнир, он в данном случае представляет как часть, взаимосвязь мультселенной, просто вселенной игровой. «Василин колец» – тоже самый фильм, и, собственно говоря, по нему уже снята игра. То есть напрямую. Отдельным блоком стали кавер выступления горожан. Участники повторяли танцы и песни известных азиатских исполнителей. Кроме движений и музыки, нужно постараться максимально точно скопировать костюмы и макияж. У нас в городе несколько лет назад был только подобного рода фестиваль, но он проходил в Корсакове. Сейчас мы восстанавливаем эту традицию, и он станет ежегодным. У нас в городе очень много косплееров, которые занимаются своими персонажами, презентуют себя, выступают в Мегаберезке, еще много где. Также у нас киберспорт развивается сейчас повсеместно. Это ни для кого не секрет. Поэтому мы решили как-то это все объединить и уже начать работу. Лучших исполнителей, геймеров, да и просто активных участников организаторы наградили различными тематическими призами.